Давайте лучше полегче, я как-то в литературе... Но все, мы вам не верим, это ваш голос. Я похож на человека, который врет. Это крутой мужик! Стой! Стой! Сейчас, подойдите, я сбегаю за телефоном. Мои драгоценненькие, с вами снова я. Может, вы соскучились. Может, заскучали по классным реакциям. Может быть, стихи давно не слушали, тогда предлагаю посмотреть этот ролик. Люблю вас, кайфуйте. Ну, загружай, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, да. Скажите, пожалуйста, а можно соцопрос женский провести? Да-да. Вот вам же еще нет 18-ти, правильно? Нет. Не-а. Какое ваше любимое стихотворение в школе, которое вы наизусть знаете? Лукоморья. Сейчас. Ну, Лукоморья все знают, а вот что-нибудь не Лукоморья, и не Бородино, это тоже все знают. Я тоже не помню. Вообще ничего не помните, да, со школы? Нет, у меня есть какое-то мое любимое. Вроде как Есенина. У вас падает камера, по-моему. Ну, да, есть такое. Есенина? А какое Есенина? Ну, вот я не могу вспомнить. Может быть, там про Русь? Гой ты, Русь моя родная. Нет? Нет, точно нет. Хотите, прочитаю. Давайте. Гой ты, Русь моя родная. Хаты в ризах образа. Не видать конца и края, только синь сосет глаза. Как захужий богомолец я смотрю твои поля. А у низеньких околят звон на чахнута поля. Пахнет яблоком и медом по церквам твой кроткий спас. И гудит за карагодом на лугах веселый пляс. Побегу по мятой стюшке на приволь зеленых лех. Мне навстречу, как сережки, зазвенит девичий смех. Если крик не трать, святая, кинь ты, Русь, живи в раю. Я скажу, не надо рая. Дайте родину мою. А вы не диктор, случайно? У вас вот такой поставленный голос прям. Это искусственный интеллект голос меняет. А, серьезно? В чат-рулетке можно поставить такое приложение. Где? Ну, если с компьютера сидеть, можно установить расширение, которое кнопочку нажимаешь, и оно сразу меняет голос на другой. Круто. Ну, прикольно. Да. Вот такое, смотрите, вот такое расширение. Вот так оно выглядит. Вот так. О! Да вы врете! Нет, вы что, я не вру? Сейчас мы глянем. Гляньте. Кравченко? Да. О, нифига, а вы даже в поиске третий? Сколько у вас подписчиков? Нет, может быть, вы озвучиваете кому-то. Потом все посмотрите. Или актер? Нет, подождите, мы сейчас все посмотрим. Так у вас не работает же ничего. Сейчас, погодите. Пошли мы на улицу? Пошли. Сейчас, погодите. Ну и я, я гожу. И я гожу. А, сейчас я сейчас на ютубе взбью. Ни-фига себе. Ни-фига себе. Ты серьезно? А-а-а! Актер довел стихами до слез. Дмитрий, вы что, серьезно? Ну все, понятно. Всем привет. Мы из Томска. Это прекрасно. Угу. Хорошего вам вечера, девчонки. Угу. Спасибо. Пока-пока-пока. До свидания. Пока. Там две бутыки? Да, там, блядь, наливай. Ой, а вы там что, прям в машину? Стой! 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 Ара, Микора, все спят. Стой, блядь. Дай сфоткань. Стой, блядь. Поддурак, зачем? Да, ну, да. На Виталина похож? Да, долбай. Это кто, блядь? Это блогер, стой, блядь. Бля, я на стриме? Блядь. Еб***ь. Эй, я! Смотри, включи, пожалуйста, не переключайся, умоляю. А чё за блогер? А чё за блогер? Я забыл, как канал называется, я, блин, нарезки. А, забыл канал называется. Бля, я забыл. Ты чё, угараешь над типами в этом, в чат-рулетке? А я вспомнил. Как называется, скажи, пожалуйста. Дмитрий Кравченко называется. Вот, вот, вот. Теперь мы тоже туда попадём, да? Сколько у вас подписчиков? Много. Короче, marianz.shop. Магазин одежды больших размеров Новосибирск. Бля, руки трясутся. Бля, подписчиков. Трансляция. Бля, в эфире. Трансляция идёт. Сделайте мне рекламу, пожалуйста. Рассирует. Вот они. Бля, я рассказала. Я рассказала в эфире, как ты, блядь, на него. Хорошего вечера вам, ребят. Тебе тоже, блядь. Не, подождите. Самый лучший магазин в Новосибирск. Не успели, не успели. Потому что реклама на канале платная. Здравствуйте. Ой, здравствуйте. Я вас встретила. Да? Каким образом? Ну вот, искала. А, вы специально меня искали? Да. Зачем? Ну просто, хотелось. А, ну вот, читайте, что встретили. Ну да. Это шикарно. Ну передавайте тогда всем привет. Привет всем. Я попаду в ролик? Да, конечно. Это прекрасно. Всё тогда. Всё, не читайте. А, прочитать ещё что-то надо? Да. Давайте, что-нибудь прочитаю. Сергея Есенина прочитаю. Давайте. Есть стихотворение у него одно. Специально тогда. Раз уж вы просите. Прошу. Я помню, любимая. Помню сияние твоих волос. Нерадостно и нелегко мне покинуть тебя привелось. Я помню осенние ночи, берёзовый шорох теней. Пусть дни тогда были короче, луна нам светила длинней. Я помню, ты мне говорила, пройдут голубые года. И ты позабудешь, мой милый, с другой у меня навсегда. Сегодня цветущая липа напомнила чувством опять, как нежно тогда я сыпал цветы на кудрявую прядь. И сердце остыть, не готовясь и грустно другую любя, как будто любимую повесть с другой вспоминает тебя. Прекрасно. Очень хорошо. Рад, что вам понравилось. Очень нравится. Всего доброго. И вам. До свидания. Когда увидит слёзы солнца, свет утренней зари, я стану, и солнце для тебя. Привет. Белые розы. Нет, там другая песенка была. Какая? Слёзы солнца, знаете? Нет, напойте, пожалуйста. А помнишь, как она смеётся, когда услышит слёзы солнца? Нет, не знаете? Нет, что-то я такое не знаю. А этот, сможете угадать автора стихотворения, если я вам прочитаю? Давайте попробуем. Вам как, посложнее чи полегче? Давайте лучше полегче, я как-то в литературе... А, у вас с литературой сложновато, да, получается? Ну, она мне неинтересна. Ну, давайте попробуем, ладно, неинтересна, мало ли. Вдруг вот такое. Быть знаменитым некрасиво, не это подымает ввысь. Не надо заводить архивы, над рукописями трястись. Цель творчества – самоотдача. Ни шумиха и успех. Позорно ничего не знача быть притчей на устах у всех. Но надо жить без самозванства. Так жить, чтобы в конце концов привлечь к себе любовь пространства, услышать будущего зов. И надо оставлять пробелы в судьбе, а не среди бумаг. Места и главы жизни целы, отчеркивая на полях. И погружаться в неизвестность. И прятать в ней свои шаги, как прячется в тумане местность, когда в ней не видать низги. Другие по живому следу пройдут твой путь за пятью пять. Но поражение от победы ты сам не должен отличать. И должен не единой долькой не отступаться от лица. А быть живым. Живым и только. Живым. И только до конца. И никогда нахрен не переключать, когда тебе читают стихи. Здрасте. Здрасте. Андрей Чикатило? Блин, вот честно, вы уже шестые, кто это говорит. Это из очков. Да я знаю. Я уже понял, надо не выходить сюда в таких очках. Нет, меня зовут Дима. Мне 33 года. Я с Москвы, я писатель. Классно. Да. Что пишешь? Я вот сейчас сижу, подписываю, у меня книга новая вышла. На видеокассету похожа. Сижу, подписываю. Надо отправить кучу конвертов. Она упала. Звезда? Да, звезда. Ты сгадал желание? Да куда я успею? Она мгновенно падает. Надо было успеть. Я стихи сочиняю. Прочикатило? Да викает. Ой, ты крутой же мужик, он в тиктоке и в шортах есть. Вы что не видели? Блин, это крутой мужик. Я его видела. А, вы стихи читаете, да. Он сначала таким криповеньким немножко голосом говорит, а потом таким крутым. А потом нормальным голосом начинает читать стихотворение. Да, вот так вот ехать. Он очень крутой. А вы можете сказать, что я люблю, когда волосатые мужики обмазают? Массажер! Блин, был очень крутой. У вас очень крутые видосы. Желаю вам удачи в карьере и всего самого хорошего. Спасибо большое. А можно стих какой-нибудь? Какой? Таким голосом. Любой ваш какой-нибудь стих. Ну, как тебе там в одиночестве? Сколько ты так уже? Год? Год, два, три. Пишешь стихи среди ночи. Свет, избавляя от страха, горит. Нет ни друзей, ни врагов. Воздыхатели, взяв ненавистников, под руку спор ведут. Войти к тебе спереди, сзади ли? Или, как раньше, прямо в упор? Ну, как тебе там без поддержки и без предательства? Скажи, разве стоит оно того, чтобы случайно не вырубить лес, бритвенный спрятать станок? Знаешь, я тебя не понимаю и, верно, никогда не смогу понять, почему ты стала такой скандалисткой, стервой, и быть благодарным за это кому? Про тебя все вокруг говорят «боец». Значит, не прекращай бороться. Представь, что сегодня ты крейсер-варяг и в соло идешь на японцев. И пусть это судно пришлось утопить. Все мы когда-то сгинем, но надо жизнь проживать, как застолье и пир, сажая любимых рядом. Это очень круто было. Прям вообще крутяк, ну так вообще. Не могу. Мне очень понравилось. Спасибо большое, да. А у вас какой-то лагерь там или что? Нет. Родители на даче просто. А, вы на даче. Родители на даче, значит, все идет как надо? Да, да. Все понятно. Ну, хорошего вечера вам тогда, девчата. Родители на даче, значит, все идет как надо. Вечеринка! Вот это салат дома, гуляет весь район, гуляет вся школа. Вообще. Здравствуйте, что случилось? Обижают нас. А почему? А потому что жирными нас. Да, да, да. Жирными обозвали. А феи-то кто себе мог позволить такое? Мелкие какие-то. Девятилетние, десятилетние. А вам сколько? Нам 16. Нам 16. Ну мне 14, мне 14. Блин, ну мелкие, да. Вообще прям пипец. Вот это, конечно, невоспитанные совсем. А вы из какого города? Мы? Сомска. О, один из моих любимых городов. Угу. Круто. Что у вас там, все хорошо? Да. Авангард еще не начал играть? Кто? Авангард. Нет. А когда? Ой, не знаю. Мы в таком не разбирались, честно. А в поэзии разбираетесь? Немного. Так, а какое стихотворение знаете наизусть? Ой, сейчас. Зеленый, золотой. Даже не знаю. Мы давно стихи не учили. Ну давайте хоть кто-нибудь знает. Я просто давайте пос... Я тоже потом наизусть что-нибудь расскажу вам. А можно я свой стих зачитаю? А вы свои пишете, что ли? Да, да. Давайте, конечно. Можно я его не выучила? Не выучила, я давно его писала. Ну давайте, интересно послушать, конечно. О чем молодежь нынче пишет? Стихотворение называется «Прости». Ага. За счастье легкого прикосновения и за любовь невидимую тень. О, как классно! Вы молодец! Спасибо. У меня прям, я знаю стихотворение, которое вот может быть ответкой на ваше. Называется «Научитесь отпускать людей». Хотите, прочитаю? Да, это. «Научитесь отпускать людей, не держите их около Бока. Не рождайте в них ложных идей, ведь есть на то воля Бога. Научитесь отпускать людей, у них своя впереди дорога. И несчастье сотни путей, что однажды сплестись могут. Научитесь отпускать людей и не судите за это их строго, ведь не могут они каждый день на коленях стоять у порога. Научитесь отпускать людей без лжи, трепета, фальши. Научитесь отпускать людей и сами идите дальше». У вас прям голос изменился. Разве? Да. Вы случайно нигде не снимаете? Где-то ваш голос слышали. Может быть где-то слышали, да. Прекрасный голос. Для ушей просто мелодия. Рад, что вам понравилось. Не, вам прям оперным певцом надо быть. Да? Не, я предпочитаю стихи рассказывать. А что она там говорит, что вы ее пихаете? У нее шутки разные. А, шутки нехорошие шутят, да? Это хорошие шутки. Ой, смотрите, какая у меня шутка есть. А, это штука называется. Штука. Я же говорю, где-то я слышу. Дайте подпишусь. Подпишитесь. Какая, как, как? Дмитрий Кравченко называется. Сейчас, подойдите, я сбегу за телефоном. Давайте. А мы в видео случайно не попали? Попали? Круто, вы будете себя искать. Пока. До свидания. Если вдруг кто не видел, я выкатил расписание на сентябрь и октябрь. Ребятушки, не пропустите. Дальний Восток. Я знаю, что вы меня ждете. Это в октябре. Юг. Кавказские минеральные воды. Вы меня ждете в сентябре. И родной Армавир. Куда же без этого? Смотрите, в общем, я вас жду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова